Добрый день! Сегодня мы рассмотрим новую головоломку от компании Yuxi, называется она Rounded Pyraminx. Коробочка красивая, подолговатая, есть какой-то чудной зверь, рельефное изображение, здесь тоже все рельефно, magic cube, что-то по-китайски, еще что-то по-китайски, строение, здесь можно увидеть техническую информацию, есть три окошечка, black, white, стикер лес, в продаже я видел только в черном пластике, поэтому здесь отметка и стоит. Что-то из этих цифр, это код товара, если это кому-то интересно. Открываем и смотрим, встречает нас такая белая сторона, извлекаем, и это двухцветная пирамидка. Радуемся пирамидке, но смотрим, в коробочке есть что-то еще. Коробочка явно больше, чем эта пирамидка, хотя вот обратно ее туда поместить было не так просто, пришлось подумать. Смотрим, похоже на коробку с аксессуарами, подписано Yuxin Toys Make You Clever, при чем здесь это, ожидаешь там отвертку, подставку, что-нибудь, но чтобы извлечь, например, с другой стороны. Конечно, все многообещающее, но это пустая картонка. Понятно, что это сделали для того, чтобы пирамидка не болталась при транспортировке, но вот ожидания обмануты. Можно разобрать здесь. Так вот, тут сайт Yuxin, видимо. Голомка очень дешевая, всего 4 доллара где-то стоит. В России пока, наверное, не продается. Так что обманутые ожидания не сильно меня расстроили. Перейдем к пирамидке. Да, раньше пирамидки в таком виде никто не делал. Кроме, я не видел в сериале производстве точно. Пирамидка двухцветная, какие-то ребра закругленные. Вот для сравнения обычная пирамидка. Также 4 грани, но из-за, получается, 6 ребер, всего 6 ребер у тетраэдра, у нас 1, 2 закругленные. Ну, а 4 остальных такие же ровные, резкие, пересечения плоскостей. И там, где эти грани закруглены, цвет не меняется. Мы видим 2 белых грани и 2 красных грани. Всего у пирамидки 4. Если у стандартной те же 4 грани были из 4 цветов, то у этой всего 2 цвета. Форма новая, но идея не нова. На звоне Rounded Pyraminx, я не знаю, переживется или нет, проще называть ее PinRolls Pyraminx. Почему? Потому что есть PinRolls Club, где та же идея в форме кубика уже давным-давно воплощена. Довольно популярный шейпмод трешки. Здесь также 3 цвета. Есть версии желто-сине-красный и бело-сине-красный. Других не видел. Также часть ребер скругленные. Раз, два, три. И есть грани одного цвета. И вместо 6 цветов, как на обычном кубике, у нас всего 3 цвета. Из-за чего возникают псевдо-паритеты. Собирать интереснее. Для разнообразия очень полезно. Всем тем же самым обладает и PinRolls Pyramidx. Буду ее называть так. При перемешивании также меняет форму. Не сильно, но заметно. Можно делать пиф-паф. Что-то такое получается. Вращаем уголки. Приятно щелкают. Фиксация очень хорошая. Вообще пирамидка вращается приятно. Довольно качественное изделие за небольшие деньги. Так это можно охарактеризовать. Но здесь долго перемешивать смысла нет. Так как много элементов одинаковых. Есть симметричные. И от дальнейшего перемешивания мало что меняется. Но начать сборку здесь не так просто, как на обычной пирамидке. Цветов всего два. Можно начать либо с белого, либо с красного. Давайте с белого. И возьмем там, где логотип. Мы можем повернуть вот эти вот тривиальные уголки, которые только на форму влияют. Для определенности. И здесь можно собрать белую грань. Как-то вот так. То есть вот два белых центра и вот это. Но это нам успеха не принесет. Здесь ребро прямое, здесь прямое, здесь прямое. А центр закругленный. Успех не получится. Поэтому важно понимать, что два вот таких вот стандартных центра, как на простой пирамидке, на одной грани располагаться не могут. Должен быть один треугольный центр и два полукруглых. Это значит не наша грань. Нужно другую. Ну, к примеру, вот эту. И вот на этой грани мы можем уже как-то думать, как это все собрать. Пока вот это не похоже на то, что нужно. Так как здесь ребро прямое, а продолжение закругленное. Но если мы повернем вот так вот, то все уже складывается. И здесь тоже повернем. Возможно, не у всех сразу получится это понять, но спустя какое-то время, думаю, догадается большинство. Ну, а дальше уже все просто. Нужно поставить вот сюда нужные элементы. Причем понятно какие. Здесь должно быть бело-красное ребро. Ну, вот оно. Поставим пиф-пафом. Извините, почему-то показалось удобнее пиф-пафами работать. А сюда, на удивление, тоже бело-красное ребро. И вот оно. Опять поставим пиф-пафом. То есть белый цвет должен смотреть на нас, и с этой стороны выполняем пиф-паф. Так, и вот сюда нужно поставить одноцветный элемент. Вот такой, неважно с какой стороны. Вот у нас первый слой готов. Все собрано. И что получается? Мы имеем ситуацию, когда здесь ребро на месте, и два стоят как-то не так. Можно подумать, что это какая-то вот такая вот ситуация. Что ребро на месте, а эти два неправильные. В методе для начинающих мы это разбирали. Нужно два ребра флипнуть. Но сюда, если посмотреть внимательно, мы понимаем, что если вот это флипнуть, ну, развернуть на месте, то лучше не станет. Да и с этим тоже. Получается, что эта ситуация такая, которой нет на обычной пирамидке. Ну и таких тут несколько. Я по-разному пособирал. Можно вот решать в лоб, можно охитрить. Ну, к примеру, в этом случае мы можем, если вот ничего не запоминать, просто сначала расставить по местам эти ребра на стандартной комбинации. Мы это уберем. Здесь у нас алгоритм вот такой, который переставляет по часовой стрелке элементы. Попробуем переставить. Если мы вот это сюда поставим, он встанет на свое место. Остальные, они одинаковые. Выполняем этот алгоритм. Да, и у нас получился вот тот, который я ранее изображал. То есть все по местам, но вот эти два нужно развернуть на своем месте. Следствие смоделировать здесь. Это будет вот такая штука. решается пиф-паф и загон через заднюю сторону. Ну, либо два пиф-пафа с перехватами. И здесь также это можно решить. И вот она, пинтеровая пирамидка, собрана. Также вот так можно здесь сделать все элементы по своим местам, а одно ребро развернуто. Понятно, что развернуто не одно, а два. Второе просто незаметно. Вот это симметричное ребро можно разворачивать, и визуально разницы не будет. Так что предполагаем, что разворачиваем два вот этих, делаем предыдущий алгоритм, и все решается. Также, немного покрутив, я заметил, что из-за наличия одинаковых элементов можно некоторые ситуации решать проще. То есть не расставлять все по местам, потом разворачивать как-то сразу. К примеру, вот такой вот случай можно смоделировать, сделать всего лишь четыре хода. А значит, и решить его можно, сделав эти четыре хода обратно. Важно лишь то, что мы не всегда можем просчитать, если переставить вот эти два элемента, развернуто вот это ребро будет или нет. Ну, или, по крайней мере, я еще такому не научился. Мы видим, что вот это ребро и вот это одинаковые. Можем как-то такую перестановку сделать и получить развернутое ребро. А можем сделать по-другому, к примеру, как-нибудь вот так, и соберется все сразу. Я сделал четыре различных движения, сначала одну комбинацию, потом другую, и получил разный эффект. А значит, для каждого случая можно что-то вывести. Ну, вот у меня такой интерес возникает, как решить это короче. И вот что-то получается. Также, вот эту вроде типовую комбинацию можно решить не за два пифпафа, ну, с перехватом или как-то еще на стандартной комбинации, а всего за четыре хода. Если я сейчас правильно их вспомню, по-моему, вот таких. в другую сторону. Все. И мы флипнули два вот этих ребра. Понятно, что все это можно не использовать, но сам поикс таких решений достаточно интересен. Здесь возникает, на первый взгляд, незнакомая комбинация, это перестановка двух ребер, разворот одного ребра, которые, на самом деле, просто замаскировались и решаются обычными алгоритмами. То есть, можно не изучать ничего нового, владеть обычной пирамидкой и собрать пинроуз пирамидку. А можно что-то интересное поводить для любопытства. Гломка дешевая, вызывает интерес, приятные формы, отлично вращается. Ну, на коробочке написано, что разные версии есть, но я видел только в черном, но наклейки держатся крепко, они крупные. Все здесь хорошо. Логотипчик YSYN наклеен. Так, все, щелкает. Фиксация хорошая. Собирать приятно, в общем, рекомендую. Не сложно, интересно и хорошо выглядит. Если кто-то придумал какие-то еще интересные решения, напишите в комментариях. Я когда-нибудь сделаю подробное обучающее видео, попробую все это собрать. А на этом все. Всем спасибо, всем пока.